микрофончик возьмите и вопрос будет такой ради чего все это хорошо только договоримся что меня вы не снимаете хорошо хорошо я считаю что в эту ночь случилось много хорошего ночь музеев и мы находимся в государственном музее политической истории россии который приоткрывает свои тайны ну что заглянем за фасад под ковер и за кулисы особняка к шестинской есть хороший образ для музея музея это место встреч это место встреч времен это место встреч людей друг с другом каждый все-таки пришел на эту встречу имея какие-то ожидания и на этой встрече каждый нашел что-то свое и и и и здесь хорошее выражение германа гесса я не могу вам открыть другого выставочного зала кроме выставочного зала вашей души этой ночью каждый все-таки встретил свое ночная публика из года в год не разочаровывает нас своим уровнем культуры это всегда очень приятно это здорово когда появляется множество смысла и 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 Мы там пытались открыть, но он еще никак не открывается. Кто здесь только не обитал в этом особняке? Ну, например, общество старых большевиков. И вот мы боимся старых большевиков. Говорят, они ходят по лестницам, шаркают ногами, и всякого зазевавшегося научного сотрудника могут приструнить, особенно, ежели он путает имена великих, тех, которые делали революцию. Троцкого с Бухариным, Бухарина с Рудзутаком. Вы ведь, небось, тоже не знаете, как этот самый Рудзутак в лицо выглядит. Кричат люди, требуют свержения власти, жалуются на то, как плохо им живется, чего сидим, надо действовать. Все в наших руках. Идут как будто на демонстрацию, на Дворцовую площадь. В общем, так, информация, которую мы здесь слышим, она актуальна в наше время. Если расставаясь, встречи не хочешь вновь, значит, ты ушла, моя любовь. Временная грибция является несложным. Буга, товарищи! Буга, товарищи! Мы находимся в гримерной творческой мастерской музеи, сейчас будем преображаться. Начнем с шляпы, наверное? Нет, сначала с шляпой. Держать. Саша, ваш? Ну, вы можете ориентироваться. Итак, у нас получился образ Владимира Ильича Ленина, и мы отправляемся на трибуну для выступления. Ведь в 2017 году особняк Шесинской занимал штаб большевиков. Здесь работал Владимир Ильич Ленин. И он часто выступал с балкона особняка Шесинской перед солдатами и рабочими. Идем на трибуну. Владимир Ильич Ленин имел только одну привычку в детстве, плохую. Он курил. И однажды мама его застала за этим занятием. И он обещал ей никогда больше не курить. Он давал много обещаний, но выполнил только это. Я чувствую, вы не смеетесь, потому что вы, наверное, не понимаете, как это важно, выполнять политику своей обещания. Временное правительство являю несложенным. Есть такое словосочетание «историческая аналогия». Когда мы понимаем, что вот то, что мы сейчас переживаем, что-то похожее уже было в истории. И мы оттуда пытаемся черпать вот этот исторический опыт. Все меняется ежесекундно. И то, что видишь ты, другой человек уже увидит немножечко по-другому. Это здорово, когда появляется множество смыслов. На выставке представлена коллекция ковров, которая напоминает нам о жизни в стране Советов. Ковры-самолеты выполняет фигуру высшего пилотажа. Тичи Клин ведет его тройка классиков марксизма-ленинизма. Маркс, Энгельс и Ленин, которые увлекают народные массы вперед и вверх. Символом дома эпохи коммунизма, эпохи социализма был на самом деле ковер. Потому что это было достаточно сложно и трудно обрести этот ковер в доме. И когда этот ковер появлялся, он вешался на самом видном месте в квартире и считался символом достатка, благосостояния, уважения к семье, которую этот ковер имеем. К сожалению, ковры-самолеты находятся на вечной стоянке в Государственном музее политической истории России и недоступны для использования. Зато у нас есть уникальная возможность пройти по настоящей красной дорожке и почувствовать себя в качестве политика, артиста или просто известного человека. Мы знаем, что эпоха была очень сложная. Тем не менее, есть такие события, которые являются самой высокой нотой, которую взяла эта эпоха. Это вот полет человека в космос. Весь народ отказывал себе во многом, даже этого не сознавая, потому что за них это решалось. И мы отталкиваемся от той хроники, когда Гагарин идет по красной дорожке, что у него развязался шнурок, и он это знал, и он почувствовал, что надо идти широко, чтобы не наступить на этот шнурок. И те, кто видел эту хронику, очень за него переживали. Мы предлагаем здесь пройти человеку по красной дорожке, для того, чтобы вспомнить свои успехи. У каждого человека есть свои успехи в жизни. И вот когда человек встает на эту красную дорожку и идет, возможно, мы так надеемся, что он закрепится в своих таких самых хороших жизненных моментах и поймет, что жизнь состоит из каких-то все-таки преодолений, успехов. И даже преодоления неудачи – это тоже определенный успех. Если человек его совершил и прошел, это он взял следующую высоту. Что это за символ изображен на твоей тарелке? Это серб и монот. А сейчас здесь появится Ленин. Ленин? Да. Вы будете создавать образ Владимира Ильича? Да. Здесь в творческой мастерской посетители своими руками создают образ вождя. Именно отсюда из особняка Акшесинска началось восхождение Владимира Ильича к власти. Владимир Ильич Ненин, он же подпольный немножко был человек, поэтому вот я ему маску сделал, чтобы показать его революционные взгляды. Не очень брутален. Я только-то можешь, наш божий. Он как-то вот, как лидер может быть и хорош, но как мужчина как-то вот не очень. Лысина. Обязательно должно все блестеть здесь, что солнышке должно переливаться. Лисики такие мягенькие, чтобы при поцелуе обязательно щекотали. На стену, на кровати, чтобы всегда наслаждаться образом вождя. До свидания. Из чего состоит жизнь человека? Из события, встречи и поступка. Особо некоторые десятилетия требовали от людей поступков. Всегда у человека есть выбор. Выбор хотя бы не совершать подлость. Когда стоял вопрос жизни и смерти, были разные выборы, но очень часто выбор не совершить подлость. И когда ты видишь отраженную эту историю, ты просто потрясаешься примером, жизненным примером. И для тебя это важно. Мне кажется, когда ты это находишь, ты удерживаешь это при себе. Это тебе помогает в жизни. Я думаю, так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok